Добрый вечер, дорогие телезрители! Четверг 18.15 и, как вводится в эфире национального телевидения, программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня один из нас в моем, не только в моем лице, хочет получить информацию из первых уст от, назовем это руководителя штаба, по противодействию распространения коронавируса COVID-19, зампредправительства по социальным вопросам Ольги Валерьевны Балабкина. Добрый вечер. Надежда, добрый. Да, безусловно. Хорошо. Брифинги из таких скучных мероприятий перестают быть, вернее, перестают быть скучными мероприятиями, интерес к ним, в частности, к вашему брифингу, брифингу первого лица, брифингу министра здравоохранения, руководителя Роспотребнадзора управления, перестают быть такими скучными обыденными вещами и приковывают все больше и больше внимания. Через них люди получают официальную информацию о состоянии дел по борьбе с данными наземным недугом. Ну и все-таки давайте на текущий момент, сейчас у нас в районе 6 часов четверга, каково состояние? Добрый вечер. Безусловно, хотелось бы сегодня поприветствовать всех жителей нашей республики и, как вы сказали, из первых уст отдать то текущее состояние, которое у нас есть в связи с ситуацией, которая возникла по коронавирусу в целом Российской Федерации и, соответственно, в республике Саха-Якутия. Но необходимо обратить внимание на то, что правительство с самого начала, с начала появления этого вируса в целом мире, совместно с Роспотребнадзором по республике Саха-Якутия провело комплекс мер для того, чтобы сегодня быть подготовленным в целом при возникновении этого вируса, этого заболевания именно у нас на территории республики. Угроза была явная и, соответственно, комплекс мер был проведен. Ну, во-первых, у нас были дооснащены больницы, определены, значит, непосредственно те больницы, те помещения, которые мы в дальнейшем могли бы использовать и сегодня мы их используем. Появилось такое слово, как обсерватор, оно уже перестало пугать людей, которые будут использоваться во время возникшей ситуации, как таковой. Если, например, братья с середины февраля, то с середины февраля по настоящее время вместе с Роспотребнадзором мы вначале встречали и отслеживали людей, которые приехали из Кореи и из Китая. Значит, потом было принято решение главой республики отменить эти рейсы, как вы знаете. Мы вывезли, соответственно, наших граждан, организовали вывоз наших граждан, помогли приехать студентам и, соответственно, в данном вопросе выставили полный кордон захода, значит, вируса со стороны Азии и со стороны Китая. Значит, все жители Китайской народной республики, которые непосредственно приезжали на территорию республики, помещались в обсерватор и в течение 14 дней они в обсерваторе находились или бы же находились, если у них позволяли домашние условия, на условиях самоизоляции. Все они были проверены на коронавирус и у них у всех отрицательный результат, ровно по алгоритму, который должен быть. Значит, безусловно, в этот момент у нас уже началась работа по освещению и по оповещению людей о том, что тот, кто был за границей и количество стран, которые попадали в этот список, они каждый день увеличились. То есть, если на определенный момент, на одну дату это было лишь только непосредственно Китайская народная республика, затем заполыхала у нас уже и другая часть мира, естественно, и Европа. И постепенно, каждый раз мы уже отслеживали, непосредственно, начи приняли решение отслеживать все рейсы, которые непосредственно прибывают в аэропорт Якутск, в аэропорт Мирный и в аэропорт Нерингре. Соответственно, эта отслежка рейсов дала нам возможность, опять же, вновь избежать, значит, прибытия на нашу территорию, значит, лиц, которые вот с подобного рода симптомами. Однако при возникновении ситуации, когда, ну, условно говоря, заполыхала Европа, соответственно, значит, через Московскую границу, через Шереметьево, через терминал F проходили граждане уже, соответственно, без возможной фиксации их у нас на территории, что они, соответственно, пребывали там. Поэтому, может, вы обратили внимание, но мы каждый день выходили на брифинги, на пресс-конференции и призывали граждан, которые прибыли из стран неблагополучной ситуации, а изменялись они каждый раз, в обязательном порядке поставить в известность врачей. И у нас под наблюдением начало оказываться опять уже граждане Российской Федерации, которые все также после нашего наблюдения, они находились либо у нас на самоизоляции, либо же, значит, ну, в основном самоизоляцию граждане стали применять. Ну, самоизоляция – это медицинское наблюдение на дому и ограничение, в общем-то, такого вот передвижения как такового. В этом нет ничего такого страшного, да. Вот, и они дожидаются своего результата. Результат на самоизоляции мы ждем до 14 дней, поэтому вот такая вот процедура сама по себе. И гражданам предлагалось как раз и находиться на самоизоляции, либо под медицинским наблюдением. Также мы непосредственно, значит, обследовали тех граждан, которые были за границей и пришли во время приема врача, и при признаках ОРВИ, гриппа, пневмонии, говорили о том, что они находятся, значит, они две недели назад посещали, значит, за границу, и каждый раз, соответственно, значит, круг стран, он увеличивался. Регулярно мы выходили и, соответственно, информировали население. Наиболее сложным вопросом стал при возникновении первой волны паники, это тогда, когда, значит, со всех практически прилавок наших аптек были непосредственно скуплены все маски, да, потому что люди посчитали, и это, наверное, правильно, и мы к этому призывали, что можно осуществить определенного рода собственную изоляцию, в том числе и если, значит, одевать маску, ну, это нормальное явление как таковое. Ну, и, соответственно, значит, тем не менее, за весь этот период было скуплено масок, наверное, порядка где-то около двух с половиной миллионов, то есть у нас за месяц была скуплена полугодовая потребность масок республики. В это время уже ситуация накаливалась по всей Российской Федерации, соответственно, с учетом того, что происходило в Китае, маски пропали в мире везде, да, и, соответственно, мы каждую неделю давали соответствующую заявку, ждали маски, искали возможности их поисков и все варианты просматривали. Значит, на этой неделе глава республики Сахая-Кутя в связи с ухудшением ситуации в европейской части России принял решение об объявлении в республике пред ЧС. Ну, условно говоря, вот эту вот ситуацию, которую объявила, он указан, называется пред ЧС. И, значит, в этот же день у нас был выявлен гражданин, который не поставил в известность, к сожалению, нашим органам медицинские о том, что он находился за границей, и в результате, тогда, когда у него появился здесь положительный тест, соответственно, он сегодня размещен в инфекционном отделении. Вчера ближний круг его окружения также был размещен в инфекционное отделение. К ближнему кругу окружения, значит, относятся семья, друзья, да те, кто был в прямом непосредственном контакте с ним, так как, значит, у них тоже предполагается положительный анализ на коронавирус. В связи вот с этим обстоятельством, то, что есть положительные результаты первичных тестов, означает ли это, что мы можем не ждать подтверждения новосибирских проб? Мы, а ждем или не ждем, мы вот как работали в своем рабочем практически круглосуточном режиме, мы дальше продолжаем работать. Готовим списки людей, предлагаем дальше тем, кто считает, что он когда-то находился в контакте, либо же, и при этом, независимо от того, какого уровня был контакт, да, вот, например, ближний круг или дальний круг непосредственно, мы выявляли, ну, Роспотребнадзор выявляет эти круги. Эти люди просто-напросто заявляют о том, что они готовы уйти на самоизоляцию. И, исходя из этого, мы уже свои действия совершаем. По поводу самоизоляции некоторых руководителей органов государственной власти, которые сегодня глава заявил на брифинге. Ну, это нормальное явление. Это нормальное явление. Люди понимают, что они являлись третьим кругом контактов и совершенно правильно поступают, когда говорят о том, что непосредственно я самоизолируюсь, не буду выходить из квартиры. Значит, ну, мы принимаем решение оперативно у себя в органах государственной власти, как они будут осуществлять через скайп участие в совещаниях, там, управлении, да, отраслью. Это ничего не мешает, но непосредственно это нормальное явление, бережливого отношения к себе. И так должны поступать все, кто непосредственно, значит, вот такую ситуацию имеет. Ну, в этой связи непосредственно товарища, который, скажем так, пациент номер один, обвинять не стоит. Нет, а в этой связи его обвинять не стоит, только хотя бы потому, что на самоизоляцию у нас уходили и до появления этого товарища, да, на самоизоляцию у нас по республике уходили граждане, которые непосредственно пересекали границу в последние, значит, 14 дней, две недели. И пришли в больницу и сказали, что у них там температура, например, пневмония, дожидаясь окончательного диагноза. Вопрос, который на самом деле задается многими. Закрываются спортивные объекты, закрываются школы, закрываются вузы, СУЗы, детские сады работают. Вопрос по детским садам, он сегодня, вот хочу обратить внимание, да, значит, по детским садам сегодня вопрос, он постепенно будет разрешаться по мере того, когда будет найдена форма и способ, все-таки оплаты мамам компенсации расходов, которые вынуждены будут сидеть со своими детьми. У нас сегодня уже по большому счету родители собственным решением, принимают решение, и, соответственно, значит, то есть групп там по 30 детей, и в садиках остается 5-7 детей. Мы понимаем, что мама вынуждена приводить туда ребенка, там и безопасно, мы это тоже прекрасно сознаем и понимаем, соответствующие меры безопасности в детских садах проходят, и, соответственно, это та услуга, которую мы точно не можем оказать на удаленке. Это присмотр за ребенком. То есть мы помогаем данной ситуации и оказываем услугу по присмотру за ребенком. Если, например, ту же школьную услугу, услугу высшего образования, услугу среднеспециального образования, мы можем оказать посредством удаленного доступа. Вчера мы и сегодня министерство образования закончит продумывать, значит, форму обучения посредством, значит, дополнительного образования нашего, да, то, соответственно, мы приняли решение, что это будут видеоуроки, которые снимут наши педагоги дополнительного образования, и они дальше будут продолжать учить наших детей, значит, кройки и шитью, моделированию и так далее. Я перебью выступление зампреда правительства Ольги Валерьевны в связи с небольшой паузой, которая у нас является основной частью эфира. Увидимся сразу после нее. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Один из нас». «Один из нас» сегодня, как и многие тысячи якутян, интересуется, не без оснований, ситуацией с коронавирусом в нашей республике. Мы в первой части проговорили о тех мероприятиях, которые превентивно, не дожидаясь, скажем так, непосредственно появления носителя вируса в республике, проводили органы государственной власти, органы здравоохранения. И, в принципе, те вещи, которые говорят же, там мальчик кричал, волк-волк потом, когда появился, вот эта схема не сработала. То есть все эти навыки, которые медики отрабатывали, они пригодятся? Все навыки, которые медики отрабатывали, они, безусловно, пригодятся. Единственное, что не нужно паниковать, не нужно переживать, что медик там должен приехать вам в пределах двух часов, 15 минут, сделать там дезинфекцию, если только хоть кто-то в подъезде закрылся на самоизоляцию, не нужно паниковать. Нужно просто-напросто спокойно позвонить на любую из прямых линий, либо непосредственно управление Роспотребнадзора, либо Министерство здравоохранения республики, и обозначить проблему, если вдруг она есть. Главное, чтобы не было паники как таковой. Сегодня мы готовы. Готова система образования после непосредственно каникул. Сейчас, значит, у нас все дети ушли на каникулы. Задача учителей – разработать методику и порядок, и алгоритм обучения детей на дистанционном образовании. Где это можно, где позволяет связь, или иной форме, где связь не позволяет. Это касается, безусловно, всей республики Сахая-Кутя. Поэтому в данной ситуации приняты какие решения? Досрочные ЭГЭ сроки перенесены. В любом случае дети получат образование, будет проведено ЭГЭ. Может быть. Вот то, что сейчас с нами происходит, это немного иной формат. Мы в нем никогда не жили. Никто из нас, никто не помнит такого формата, никто не имеет опыта как такового. Поэтому сейчас от слаженности всех, работы всех, и от терпения каждого из нас, россиянина и якутянина, очень многое зависит. Потому что нам нужно всем вместе побороть это. То есть все будет ровно так, как и должно быть. Жизнь, безусловно, будет продолжаться. Сегодня огромная нагрузка легла у нас на медицинских работников. Они привыкли по-лоенному работать у нас, начиная с середины декабря, когда мы боролись с корью. И, соответственно, сегодня недостаточно четко будут исполнять свои обязанности. Что касается системы, например, тех же спортивных учреждений, которые сегодня закрыты, да, они закрыты. Все работники должны уйти на удаленный доступ. Никакого простоя в работе не будет. Есть такая работа, которая называется подготовка методик, программ. Есть та работа, которую можно совершенно спокойно, без тренировок делать, значит, непосредственно в том числе и дома. По поводу транспортного сообщения. Насколько велика вероятность того, что все авиационные сообщения будут перекрыты? Все решения принимаются в зависимости от ситуации. Ровно неделю назад я даже предположить не могла, что мы закроем школы. Вот сегодня я буду говорить о том, что у нас закрыты все школы и продлены каникулы. В понедельник я понимала, что, наоборот, мы должны доучиться до пятницы. Ситуация меняется каждый день. Поэтому какое решение будет главой республики в целях обеспечения безопасности граждан республики, а именно он эту задачу выполняет, это его главная задача, сегодня мы с ней справляемся, значит, зависит от ситуации. По поводу двух рейсов, к которым прибыли сотрудники одного из хозяйствующих субъектов. Это просто помощь нам для работы Роспотребнадзора, для того, чтобы выявить круг контактирующих. Если сегодня посмотреть, ну, наверное, просто я действительно глубоко в теме, потому что внимательно наблюдала все это время, как это происходит в городе Москва, регулярно в городе Москва, значит, приходил список рейсов, ну, и для того, чтобы у нас здесь проконтролировать, в которых, например, летел человек под подозрением, или, значит, который больной. И, соответственно, москвичи совершенно спокойно реагировали, звонили, и после, если они летели этим рейсом, мы понимаем прекрасно, что мы находимся с закрытыми персональными данными граждан, и, соответственно, как бы хотелось, чтобы граждане сами среагировали. Сколько примерно граждан количественно на этих двух рейсах? Кроме этих рейсов, вообще эти рейсы, да, сами по себе являются ближайшим кругом, сам по себе, и мы его должны отслеживать. В ближайший круг лица относится семья, коллеги, соседи, и, соответственно, сам по себе круг лиц, у каждого контактирующего, он может быть, ну, у источника самого по себе, он может быть неограничен. То есть он может быть большим. Круг дает в прогрессе и другие круги, и задача нас как можно больше ограничить. Почему мы закрываем садики, почему мы закрываем спортзалы, чтобы закрыть контакты и общения, для того, чтобы не давать распространение. Заградительные барьеры к вот этим вот кругам. Давайте немножко об реакции населения на все-таки роль СМИ очень большая, да, потому что когда с конца января, по-моему, начинают нагнетать вот обстановку, в том числе и СМИ, блогеры, другие информационные источники, ну, любой может свихнуться, скажем так, да. Я разговаривал тоже со многими людьми, которые работают в частности также в сфере логистики, и говорят, ну, извиняюсь, мы не понимаем, зачем они скупают гречку. У нас запасов этой гречки, ну, навалом. Ну, что касается запасов... Я паникую от паники, понимаете? Да, естественно, да, я понимаю, что мы все разные по своему психологическому настрою, да, по своим паническим настроениям. Мы прекрасно с вами понимаем, да, особенно тех, кто живет здесь непосредственно на территории республики, что у нас есть определенного рода запас, он как раз связанный с рекой, да. Мы привыкли. Мы привыкли, да. Мы примерно понимаем, что у нас все коммерсанты работают таким образом, чтобы до переправы, значит, у нас, исходя из того, что скоро будет переправа, будет запас. То есть сам по себе вот этот вот дополнительный балласт, да, благодаря нашим природным и климатическим условиям, он у наших коммерсантов есть всегда. Сейчас, так как это уже наступило, у них есть все возможности для того, чтобы запас пополнить. То есть он уже был достаточным, да, конечно же. И сейчас они этот запас точно так же, особенно при том обороте, который у них происходит, у них сегодня не вызывает никаких проблем этот запас пополнить. вот сам по себе и ко всему прочему главой республики четко поставлена задача заместителю председателя, курирующего продовольственную безопасность республики, Денису Белозерову, эту проблему отслеживать, чтобы был гарантированный двухмесячный запас продуктов. Просто нам просто не хотелось бы, чтобы мы в какой-то момент превратились в людей, как, знаете, как мы с холодильника, с балконами. Вот сейчас все балконы разбирают, да, и куда мы, значит, вот с балкона продукты, да, и мы начинаем думать, а вот у нас там не долежало, вот очень не хотелось бы, все равно хочется уже свежего продукта. Это временный ажиотаж, я считаю, что он спадет, и надо просто успокоиться. Все мы находимся в состоянии, скажем так, предпаники первого дня, второго, ну, может быть, второго дня, потому что вчерашний день, когда вся республика в напряжении ждала анализа одного человека, это же нонсенс, это мем какой-то. Но плюс в этой ситуации то, что люди внимательны, стали более внимательны к себе, к окружающим, они начали проявлять больше заботу о пожилых и так далее. Вот по части пожилых, каковы меры, скажем, не то чтобы спасению, а ограждению от чрезмерной опасности? Здесь я хочу разделить на две части и начать с того, что нами уже сделано. При оперативном штабе создана отдельная подгруппа, которой руководит главный гириатор республики, Татаринова Ольга Викторовна. Она является и руководителем больницы номер 3, и соответствующего диспансера. Значит, мы понимаем, что сегодня она в основном у нас работает с пожилыми, и именно с ней на интернет-контакте находятся гириатрические участки в наших населенных пунктах и в районных центрах республики. И, соответственно, вот Ольга Викторовна, она будет осуществлять координацию этой работы. Вместе с ней в группе находится и Министерство труда республики, которое благодаря нацпроекту мы в прошлом году, значит, получили мобильные установки по перевозке, например, машины по перевозке, значит, непосредственно наших пожилых граждан. И для социальных услуг мы приняли решение, что сейчас мы на это направление для помощи пожилых их перенаправляем. И сегодня, значит, два санатория-профилактория Аберал и Чебдик работают для того, чтобы освобождать койки, и на этих койках мы могли при необходимости оказывать помощь пожилым гражданам. Это отдельно то, что делается со стороны заслона государства относительно пожилых. Конечно, самое сложное вообще сами по себе, вот объект, вот субъекты, которые действительно подвержены, и это уже говорят все, и достаточно официально, являются пожилые граждане. Поэтому во второй части я бы хотела обратиться ко всем, у кого живы родители, у кого живы, там, значит, сестры, братья старшего поколения, для того, чтобы более внимательно сейчас к ним относились и постарались все-таки пожилых граждан самоизолировать. Самоизолировать? Самоизолировать, да. Вывезти в деревню? Ну, наверное, это вывоз в деревню, это меньше, вообще пожилым рекомендуется сейчас меньше ходить, значит, на улицу. Все-таки в деревне у нас сегодня более безопасно. Там каждый на виду? Ну, наверное, и каждый на виду, ну, и потом все-таки задачей нашей сегодня является ни в коем случае вообще не допустить смертность от коронавируса. То есть вы такой вот позитивный сценарий верите? Ну, я безусловно... В России в целом? Я думаю, что Россия обязана это сделать. Как страна-победитель. Хорошо. Коснемся инициативы министра предпринимательства, в том числе, да, когда предприятия, назовем легкой промышленностью, остатков легкой промышленности, они переходят... Хангалас, Камулуси вот наладили, да, выпуск многоразовых масок. Как вы это оцениваете? Я не скрываю и думаю, что, наверное, Ирина Высоких сейчас, ну, как министра предпринимательства, оперативно и четко отработала по тому поручению, которое я ей дала в понедельник на оперативном штабе. Значит, обозначив всю ситуацию, которую у нас сегодня есть с масками, значит, определив те потребности, которые у нас есть, мы очень четко определились с тем, что нам сегодня необходимо начать изготавливать маски, в том числе для тех людей, которые не могут изготовить сами. Потому что, да, мы сегодня на настоящий момент, но все равно всех волнует вопрос масок, да. Да, мы сегодня заключаем, так как у меня спад произошел определенный, уже сегодня идет в Китай, то, соответственно, там тот переизбыток, который есть, он начал появляться на рынке. Мы сейчас уже более свободны для приобретения на рынке. Наша заявка также отрабатывается Минпромторгом Российской Федерации. Ищем варианты закупки масок везде, где, как только они появляются. Ну, реальности масок нет, да, вот как таковых. И поэтому, как бы, Ирина Высоких выполняла мое поручение, как руководителя оперативного штаба, по привлечению предпринимателя для пошива маски, но не медицинской, я говорю сразу. Цена маски... Защитной маски, да? Защитной маски. Давайте после небольшого перерыва, опять же, которая является частью эфира, мы вернемся к разговору с Ольгой Валерьевной Балабкиной, зампредом правительства, которая является руководителем оперативного штаба по недопущению негативных последствий коронавирусной инфекции. Мы продолжаем программу «Один из нас», и сегодня «Один из нас» в моем лице, и через подписчиков социальной сети мы задаем вопросы непосредственно в конечный адресат зампредседателя правительства, руководителя оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в республике. У нас сегодня в гостях Ольга Валерьевна Балабкина. И в третьей части мы обязаны коснуться методов диагностики и тех технологичных вещей, которые необходимы. По диагностике, почему анализы отправляют в Новосибирск? Ни для кого не секрет, что сама по себе коронавирусная инфекция, которая пришла у нас непосредственно в мире, как инфекция, как таковая, она, значит, никто не был готов к тому, чтобы все были бы оборудованы лабораториями и соответствующими тестами для нее. Единственная лаборатория Роспотребнадзора Российской Федерации являлась лаборатория «Вектор». Поэтому тогда, когда у нас вообще в целом по России стали приезжать граждане из-за границы, из неблагополучных стран, прежде всего из Китая, то все анализы мы отбирали, и вся страна отправляла анализы в Новосибирск «Вектор». Потом в последующем было принято решение, по которому непосредственно тест-системы были переданы в те субъекты Российской Федерации, в первую очередь, в которых непосредственно есть соответствующие институты Роспотребнадзора. Мы-то у нас такого института не было. Тем не менее, прямой контакт главы Республики Сахая-Кутия и главного санитарного врача Поповой Аллы позволил непосредственно получить у нас это диагностическое оборудование и, соответственно, разместить в нашем центре, в нашей лаборатории, именно Роспотребнадзора. Необходимо обратить внимание, что потом в последующем все субъекты также этим были оборудованы. На настоящий момент лаборатория именно Роспотребнадзора осуществляет тестирование. Само по себе тестирование, так как все-таки вирус сам по себе, значит, он является вирусом, который неизвестен, он появился впервые, против него нет никаких прививок как таковых, то, соответственно, значит, само тестирование, оно осуществляется в Роспотребнадзоре только тех граждан на настоящий момент, которые либо находились в контакте, либо же пересекали границу две недели назад. На прошлой неделе правительством Российской Федерации было принято решение о том, что наши медицинские организации будут оснащены подобного рода лабораториями. Мы также получили соответствующую установку, обучили на настоящий момент наших медиков. Мы сейчас находимся в стадии выявления тех групп людей, которым необходимо, значит, в первоочередном порядке пройти это тестирование на базе медицинских организаций, лабораторий медицинской организации. Это будет осуществляться в Якутске. Вот я здесь хочу обратить внимание на такой момент. Почему ни у кого нет желания пойти провериться тестом на грипп? А он есть, да? Ну вот здесь же ни у кого нет желания, ни у кого в голову никогда не входит пойти провериться и протестироваться на грипп. Получить вакцину? Ну, вакцину, ясно, понятно, получить, потому что против гриппа есть, значит, непосредственно прививки, вакцины и так далее. Есть лекарства. Почему тогда в таком случае есть какие-то ложные надежды, связанные с этим тестированием медицинских организаций? Можно сегодня непосредственно пройти тест на коронавирус и сказать, да, он у меня отрицательный, а завтра совершенно случайно оказаться рядом с носителем этого вируса. Поэтому сегодня мы определяем группы рисков, у которых мы должны в обязательном порядке это выявить сразу, для того, чтобы им вовремя успеть помочь. И, соответственно, к ним как раз и относятся пожилые граждане, беременные женщины, наши рисковые, значит, граждане, которые находились в контактах, там, в контактные-контактные, как вот уже сегодня у нас рассуждают, поэтому вопрос существует. Все стали вирусологами. Все стали вирусологами. Вся республика стала большой вирусологией. А все были ветеринарами, недавно. Вот. Ну, я вот можно, Дмитрий, все-таки договорю, да? У меня просто большая просьба ко всем. Сейчас нужно заботиться не о том, где и когда кто заболел, а как обезопасить себя и как беспокоиться о собственном здоровье, о своих стариках, о детях, непосредственно. Ведь от того, что кто-то самоизолировался, от этого здоровья никому не прибавится, будь это член правительства или народный депутат. Абсолютно согласен. По поводу тех же ОРВИ и коронавирус, да? То есть, если я, допустим, привился от гриппа, то если я почувствую недомогание, схожее по признакам, это как на грипп, так и на коронавирус, шансов того, что врачи, медики склонятся к тому, что это коронавирус, больше если я привит от гриппа, да? Вообще никакого не имеет отношения. Никакого не имеет отношения. Вообще никакого отношения. Нет, ну не будут ли сейчас путать? Сейчас любой, кто закашляет, зачихает и так далее, будут говорить, все, у меня коронавирус, я ложись подыхать. Значит, смотрите, для того, чтобы вообще ложиться, подыхать точно не надо. Соответственно, это излечимо. Главное, нужно лечиться. И вообще вовремя обратиться к врачу. Так как мы непосредственно с любым наспортным, с любой головной болью идем непосредственно к врачу, точно так же придя к врачу... Идем или вызываем? Нет, подождите. Значит, мы идем к врачу, мы ходили, ходим и будем ходить к врачам, правильно? Или выясняем, или доходим до аптеки и говорят, у меня тут что-то горло заболело, я, значит, решила выпить. Дайте мне, пожалуйста, что-то для того, чтобы горло не болело. Так же у нас тоже иногда люди лечатся. Самолечатся. Вот сейчас имеет смысл самоизолироваться тем, у кого повышенная температура, горло, признаки, похожие на РВИ и грипп, в двух случаях. Если они понимают, что они где-то могли быть контактные, контактных, или общаться, находиться в одном помещении с кем-то, или же непосредственно, если они две недели назад прибыли из-за границы. Вот я хочу одну ситуацию непосредственно человеческой беспечности все-таки в эфире озвучить. Мы вчера выявили непосредственно семью, в которой уже дети, как восемь дней назад, прибыли из-за границы. Они у нас нормально прошли границу, термометрию. У них не было этой повышенной температуры. И мамочка не посчитала нужным даже сказать, что дети в течение всего этого, тогда, когда мы уже практически отовсюду говорим о том, что придите. Мамочка не посчитала нужным сказать о том, что дети были за границей. Мы случайно об этом узнаем от бабушки, которая позвонила и объяснила, знаете, у меня тут дети были за границей. Сразу мы выехали, и, соответственно, сегодня тоже их взяли под контроль. И вот у меня лично больше, меня больше в моей жизни сейчас волнует вопрос вот этих детей и бабушки, чем человек, анализы которого ждет вся республика. Наверное, дождемся, наверное, все-таки. Не хотелось бы смеяться, да, конечно, но еще раз говорю, я паникую от паники, понимаете? Я вижу. Когда все вокруг говорят, а ты купил туалетную бумагу, а ты пошил себе маску, а ты, не знаю, запаси там двумя центнерами гречки и так далее. Я реально говорю, любой здоровый человек в такой обстановке нездоровой, да, он может немножко туда, ку-ку. Ну, я думаю, что у нас здоровое общество. Оно, по крайней мере, обладает юмором, да? Нет, у нас, конечно. Один из индикаторов того, что люди с юмором. Конечно. Посмотрите на наши социальные сети, мемов, такое количество, что, ну, наверное, может быть, прекратим смеяться, да, как бы. А действительно задумаемся о том, что, и не надо паниковать, если будет паника, нам будет сложнее справляться. Медикам будет сложнее справляться, санитарным врачам будет сложнее справляться. Сложнее справляться будет социальным работникам, которые переориентируются на работу с теми, кто будет находиться в том числе в условиях самоизоляции. И к вопросу вот о самоизоляции. Я хочу обратить внимание и на это очень сильно акцентировать внимание. Не всем, кто будет находиться на самоизоляции, будет там какое-то бесплатное питание предоставляться и так далее. У нас если на самоизоляцию окажутся люди, которым мы ранее оказывали социальную помощь, да, здесь мы будем оказывать ее и дальше. Просто-напросто социальные работники переходят у нас в рисковую группу, как санитарные врачи и медики, и начинают работать. Для всех остальных сегодня непосредственно тот же министр предпринимательства Ирина Высоких собирает, соответственно, службы доставщиков. Подгруппу она собрала для того, чтобы обучить работать в условиях именно того, что человек находится на самоизоляции. Потому что по правилам Роспотребнадзора между дверью и, соответственно, доставщиком должно быть определенное расстояние. По поводу технологических вещей, которые буквально час назад стало известно, что аппараты искусственной вентиляции легких и так далее, предприниматели в том числе делают какие-то взносы именно в дело приобретения вот этих. Глава меж тем на утреннем брифинге сказал, что дополнительно будут приобретаться аппараты искусственной вентиляции легких. Нормально что с этим, с оснащением? У нас не просто нормально. Вот первая же, значит, непосредственно видеоконференция, которая прошла с участием нового министра здравоохранения, значит, мурашка, она была связана с тем, что регионы проверьте оснащение ИВЛами, аппаратами, значит, искусственной вентиляции легких. Я не знаю, почему этот вопрос сегодня настолько вдруг оказался каким-то острым, непонятным и обсуждаемым. Медицинские организации республики Саха-Якутия достаточно оснащены ИВЛами. У нас есть определенная потребность. ИВЛов у нас около 400, а значит, ИВЛов в целом на республику. Я не хочу здесь называть цифры, потому что это внутреннее дело, от которой не будет ни у кого здоровья. И все поваренные же не будут нуждаться в ИВЛах. Да, конечно, не будут нуждаться в ИВЛах. Я же еще и говорю, что у нас ИВЛы. Почему я обращаю внимание на пожилых? Потому что именно ИВЛы это как раз то, что будет непосредственно при, если возникнут затруднения с дыханием. Мы сегодня дополнительную потребность, естественно, заявили. И вот как раз о дополнительной потребности глава республики сегодня и говорил. Не о дефиците. Нет, о дополнительной потребности. Сегодня, значит, ну, можно ее назвать дефицитом, как угодно. Можно цепляться за слова. Но сегодня ночью мы подписали соглашение с Москвой на дополнительное количество ИВЛов. И, соответственно, собрали все ИВЛы частных компаний. Спасибо большое, что в такое напряженное время, я знаю, что вы очень мало спали даже, да, но нашли время, чтобы передать из первых руст информацию о том, какова ситуация на текущий момент. Я думаю, что наши встречи будут регулярными, в случае, если все будет, скажем так, окей, не дай бог в скафандре сидеть друг перед другом. Опять же, это шутка юмора такая. Руководитель оперативного штаба республики по нераспространению коронавирусной инфекции зампредправительства Ольга Валерьевна Балавкина была сегодня гостем темной студии. И еще раз говорю, из первых вуз мы получили, я думаю, исчерпывающую информацию и по случаю с руководителями хозяйствующего субъекта, которые, дескать, привезли и так далее, и по самоизоляции руководителей органов госвласти, и по случаю, по тем алгоритмам действий, которые необходимо, нужно делать будет каждому. Еще раз говорю, ситуация, в конце концов, будет зависеть от каждого из нас. От каждого из нас. Увидимся ровно через неделю. Продолжение следует...